Данное видео является блиц ответами на частые вопросы. Папочку с этими частыми вопросами вы можете увидеть здесь. Полные ответы на интересующиеся вас вопросы вы можете посмотреть на моем канале в любой из папочек, относящихся к урокам по авторемонту. Уроки совершенно бесплатные. Подписывайтесь на канал, участвуйтесь в конкурсах и просто отдыхайте. Приятного всем просмотра. Итак, вопрос. Ну, такой вопрос очень много. По инфракрасным лампам, хорошо ли они сушат. В зависимости от объема самой лампы, от ее мощности, от... Кстати, я заметил, они очень сильно чувствуют просадку. То есть у меня в том гараже лампа работала так, как инвалид. Здесь у меня 230-235 вольт в розетке, то есть оно нормально себя чувствует. Но я ее не пользуюсь в такое время летом, но зимой часто помогает. Чем хорошо инфракрасная лампа, она просушивает как бы изнутри. Многие пишут, вот я сушил час, полирую, все еще твердо. Конечно, то, что пишут 20 минут, это все ерунда. Минут 40, ну 25 минут вы можете грунт подсушить. Лучше 40, чтобы он хорошо просел и замыли. Краска сохнет с лаком дольше гораздо. Час-полтора посушите, не торопитесь, куда вам торопиться. И потом уже даете хорошо остыть и полируете. Ну, я не знаю, для чего это такие скоряки. Я сушу, я инфракрасной лампой дал старт хороший, да, просушил, у меня лак растерся. А полирую я на следующий день. Не надо как бы торопиться быстро. Продолжение следует...